Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым, образованным – это желание каждого родителя и одна из главных задач, стоящих перед образовательным учреждением. А лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. И поэтому посмотреть на и поучаствовать в веселых стартах и отведать настоящую солдатскую кашу пригласили почетных гостей и родителей во вторую школу поселка Мара-Ягы. На подведение итогов месячника оборонно-массовой спортивной работы. Какая же команда родителей или школьников стала победителем в репортаже Аллы Динаевой. Окончание месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы – это первое открытое мероприятие во второй школе поселка Мара-Ягы с начала пандемии. И оно проводилось с ограниченным количеством школьников. Это священный праздник для всех людей, поскольку во время Великой Отечественной войны наша доблестная армия и военный московь, вот, они победили такого злейшего врага. В этот день фотографии героев Советского Союза и России и историческую литературу можно было посмотреть на выставке. Почетных гостей труженика тыла Сапара Кубекова, председателя Совета ветеранов Карачаевска Ракая Алиева и родителей на патриотическом мероприятии славной родиной Горжусья поприветствовала директор школы Эльвира Идзиева. Нет более почетной обязанности, чем служить своему народу, защищать свою родину. А мы верные преемники славных традиций своего народа. Из уст очевидцев узнать о страницах истории, привить патриотизм и любовь к родине помогают подобные мероприятия. Музыкальные композиции, стихотворения подготовили дети и взрослые. А затем все переместились в спортзал посмотреть веселые старты. Соревновались всего две команды – родители и старшеклассники. Эстафеты «Переправа», «Солнышко», «Воздушный шар» и «Передай мяч» вызвали у зрителей бурю эмоций. А за кого же переживают эти юные болельщицы? Я за брата и моего папу. Они в разных командах? Да. А за кого больше? За папу. Я с ней. Во всех видах эстафет команда мальчишек оказалась сильнее. В испытании по перетягиванию каната выиграли родители. А определила победителей игра в волейбол. Очень было приятно сегодня смотреть спортивную борьбу, посвященную Дню защитника Отечества между учениками и родителями. Это было здорово. Первое место ученики, второе место родители. А в общем победила дружба между родителями и учениками. Примерно мы сочли недели две назад. И все эти две недели мы готовились, собирались после уроков, толпой и готовились к этому мероприятию. А результатом довольны вы? Мы, конечно же, довольны результатом, так как мы победили. Но я считаю, что наша команда могла бы и лучше, потому что мы готовились, так упорно трудились. Но все равно победа, она всегда победа. Вы достойное поколение защитников и чтобы свою энергию вы потратили на мирное процветание страны, пожелал школьникам в завершении мероприятия председатель Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачева, Черкесия.